Здравствуйте! В эфире передача «Будьте здоровы!». Сегодня мы поговорим о заболеваниях сердца, о самом грозном, сложном и опасном – об инфаркте. Наверняка все слышали о нем, но мы еще раз хотим напомнить вам, наши телезрители, об этом довольно распространенном последнее время недуги. У нас в гостях заместитель главного врача клинической рудничной больницы кардиолог Александр Павлович Перепелица. Мы работаем в прямом эфире и свои вопросы вы можете задавать по телефону, которые видите на экране. Александр Павлович, в последнее время стоит невыносимая жара. Говорят, вот именно в такое время года, в такую жару чаще всего случаются инфаркты. Это правда? Вы знаете, в общем-то повышенная температура воздуха до таких цифр, как сейчас, конечно, явно не способствует, скажем так, здоровью. Но как ни парадоксально, в такую жуткую жару мы не видим обычно явного прироста заболеваемости инфаркта миокарда. Наши пациенты зачастую переносят жару хуже, чем холод, чем слякоть, чем октябрьскую, ноябрьскую вот эту, когда начинается... Просто они больше берегут себя, наверное, уже знают, что в такую жару лучше пересидеть дома, нигде не ходить, не гулять. Возможно. Большинство больных, которые уже знают о заболевании сердца, они себя берегут и все-таки прислушиваются к советам врача, когда все врачи, в общем-то, предупреждают. Старайтесь быть поменьше под прямыми лучами солнца, старайтесь носить одежду такую, которая будет не способствовать перегреванию. Возможно, поэтому. Возможно, еще ряд причин необъяснимых, но так вот такая есть закономерность. Наше отделение не перегружено. Ну и хорошо, пусть люди себя поберегут, тем не менее. Вот мы говорим сегодня об инфаркте, а вообще инфаркт миокарда, что это такое? Что это за заболевание? Инфаркт миокарда это, в общем-то, некроз. Некроз, а это по-русски говоря омертвление, да. Омертвление участка сердца, участка сердечной мышцы, который развивается в результате несоответствия между потребностью сердечной мышцы миокарда в кислороде и доставкой кислорода или крови, по большому счету, к определенным участкам сердца, ну или ко всей сердечной мышце. Обычно инфаркт возникает в результате, по-простому говоря, закупорки тромбом коронарной или венечной артерии. В результате целого ряда причин происходит эта закупорка и приводит к тому, что если в течение получаса примерно происходит полная окклюзия сосуда, то есть полная его закупорка, уже начинают погибать сердечные клетки, кардиомиоциты. И это уже начинается инфаркт миокарда. Полчаса дается. Но если за эти полчаса человек среагирует, ему быстренько окажут медицинскую помощь, то может быть и инфаркт не разовьется? Да, может и не развиться. Потому что по нашим канонам боль, которая длится более получаса, это уже состояние подозрительное на инфаркт или можно сказать уже очень подозрительное на инфаркт. До получаса это может быть еще прогрессирующая так называемая стенокардия. Когда не перекрыт полностью коронарный сосуд, а какой-то хотя бы минимальный кровоток еще сохраняется. И это состояние обратимое. Восстановил кровоток, принял таблеточку нитроглицерина пациента, разжевал таблеточку аспирина в низкой дозе и восстановился кровоток. И инфаркт не наступил. А скажите, а как определить? Человек сам может определить, что у него то ли это стенокардия, то ли это уже инфаркт? Да, человек не просто может, а должен определить. Потому что это проще уже ориентироваться больным, которые уже страдают стенокардией, которые уже длительно болеют заболеваниями сердца. Им, конечно, проще сориентироваться. Когда у человека возник впервые приступ боли, ему сложнее. Но главные критерии какие? У человека, если это инфаркт миокарда, либо, как говорили раньше, прединфарктное состояние, а сейчас это называется прогрессирующая стенокардия, это обязательно должна быть, ну, в 90 с гаком процентов случаев, должна быть боль. Боль обычно локализуется в грудной клетке за грудиной. Вот здесь примерно. Именно посередине грудной клетки. Не слева там? Слева, справа, в спине и так далее. Это уже, ну, надо подумать и пациенту, и врачу, инфаркт ли это, стенокардия ли это. Когда по центру давит, печет, душит, сжимает. Вот это признаки, похожие на инфаркт миокарда. А если колит? Если колит, это очень редко бывает. Бывают и у наших пациентов, бывают и при инфаркте колющие боли. Вот, но гораздо реже, чем давящая, пекущая, жгущая. То есть, если печет, если вот давит, это тут уже надо. Вот иногда пациенты говорят, как камень положили. А еще слышали они обычно, говорят, слышали из народа и от врачей такое изречение грудная жаба. Вот они говорят, некоторые пациенты говорят, меня душит жаба, жаба душит. Вот они представляют образно, как она их душит. Вот она действительно душит. Вот это вот признаки, наверное, первые инфаркты. Да, совершенно верно. И если боль длится вот в течение 5 минут, 10 минут и не проходит, значит, пациенту обязательно надо начинать что-то делать. Не ждать, пока эта боль пройдет. Это может быть или таблетка нитроглицерина под язык. Если не помогло, с интервалом 5-7 минут можно повторять. Прием нитроглицерина и 2, и 3 таблетки, и более, но уже ж надо по времени смотреть. Да, помогает, не помогает. Если не помогает, то что делать? Если не помогает, то надо вызывать скорую помощь, не затягивать процесс. Если полчаса боль не проходит, пациент не может справиться самостоятельно, значит, надо обращаться за помощью к квалифицированным докторам. Скорая помощь, кардиологи, уже надо здесь не заниматься дальше самолечением. Ни в коем случае. Не ждать, как некоторые наши пациенты, по 5 часов, по 6 часов. То им неудобно кого-то побеспокоить, то им родных неудобно побеспокоить, то врачей неудобно побеспокоить, то еще по каким-то причинам. То я думал, оно пройдет, то я думал, у меня изжога, то я думал, у меня еще что-то. И в результате иногда, к сожалению, привозят к нам в кардиологию пациентов, когда уже все современные методы лечения неприменимы. Тот же тромболизис или другие, уже когда инфаркт сформировался, и уже обратной дороги нет, к сожалению. Вы сказали по причине. По причине человек может найти, оправдать свое бездействие. А причины инфаркта, вот что приводит к инфаркту? Причина инфаркта – это атеросклероз. Это глобальная причина. Атеросклероз коронарных венечных артерий. Тех артерий, которые снабжают кровью непосредственно саму сердечную мышцу. Ну, атеросклероз – это глобальная причина. Чем она проявляется? Это обязательно в одном или нескольких сосудах сердца откладываются в толще стенки сосуда, откладываются так называемые бляшки, атеросклеротические бляшки. Многие о них слышали, но не все понимают, насколько они коварны. Вот эти бляшки, они постепенно под воздействием тех факторов, допустим, повышенное содержание холестерина в крови и других липопротеидов, они начинают расти, эти бляшки. Они растут, растут, растут и, так сказать, начинают перекрывать просвет сосуда. Но обычно таких окклюзий, перекрытий, когда уже на 100% закрывается сосуд бляшкой, такого не бывает. Коварность этой бляшки проявляется в том, что эта бляшка, рано или поздно, достигнув определенных размеров или определенных условий ее существования, она становится так называемой нестабильной бляшкой. То есть она может оторваться и пошлить? Она может не оторваться, она может разорваться. Есть такое понятие в кардиологии взрыв бляшки. Эта бляшка ее как бы вот так вот разворачивает, она вместо гладкой поверхности становится шершавой поверхностью, над ней поверхность. И на нее мгновенно начинают прилипать тромбоциты, это первые, которые стремятся туда, клетки крови. А на тромбоциты затем включается целый механизм, который не есть предметом нашей передачи, целый механизм свертываемости крови, который приводит к тому, что белый тромб сменяется красным тромбом, закупоривается эритроцитами просвет сосуда коронарного и наступает стопроцентная окклюзия. Перестает кровь... Закупорили, да? Да, перестает кровь притекать к определенному участку сердца. Чем максимально, ближе, так сказать, к устью коронарному расположена эта бляшка и этот тромб, тем больше поражена поверхность, большая площадь поражена или объем больше сердца поражен. Чем дистальнее дальше, тем меньше инфаркт, то есть повезло человеку. Иногда бывает, в нескольких местах происходит закупорка, получаются инфаркты или закупорка в таком месте, где, в общем-то, поражается и передняя стенка сердца, и задняя стенка. То есть иногда настолько обширные инфаркты происходят, что лечить их очень сложно бывает. Александр Павлович, а кто входит в группу риска? Вот можно сказать человеку, что вот у тебя, возможно, дорогой товарищ, будет инфаркт. Вот кто входит в эту группу? Ну, скажем так, группа риска, в первую очередь, конечно, это возраст. Это возраст. Все пожилые люди, ну, во-первых, раньше считался стопроцентным преимуществом, так сказать, обладали мужчины здесь, то есть мужской пол уже являлся фактором риска. Последние годы мы видим, женщины борются за равенство, вот и здесь, так сказать. И здесь они достигли равенства? И здесь они достигли равенства, то есть разница между мужским и женским полом по частоте инфарктов сейчас нивелируется. Хотя все-таки преобладают мужчины. И, конечно, возраст. Ну, возраст, одни считают свыше 60-65 лет, 70 лет, но я вам скажу, уже и 40 лет, и чуть-чуть больше, и мы наблюдали инфаркты у более молодых людей, это уже достаточно серьезно, уже возраст. Второе, это, конечно, ну, люди, скажем так, ведущие неправильный образ жизни. Это люди склонные к полноте, к тучности, притом к избыточной тучности. Вот, это люди злоупотребляющие пищей, ну, скажем так, абсолютно неправильной пищей. Это жирная, это углеводистая пища. Это тот называемый фастфуд, который вот сейчас все привыкли пользоваться. Ну, это такие всякие булочки, там, бургеры, гамбургеры и прочие-прочие вещи, которые содержат и жир, и углеводы. Это сладкие сладости, это алкогольные напитки. Вот все люди, вот, ведущие, ну, неправильное питание. Плюс курцы очень рискуют, все курящие люди. Да, очень-очень рискуют, очень сильно повышают свой, так сказать, риск. Ну, и, в общем-то, люди, страдающие гипертонической болезнью, конечно, это, ну, скажем так, гипертония, это тихий убийца, которая приводит... Которая подведет к инфаркту. Которая подведет рано или поздно к инфаркту, либо к инсульту. В общем-то, тут и то, и то может случиться. Вот такие, такие в основном, группы риска. Александр Павлович, ну, теперь мы об инфаркте знаем, распознать его знаем, как лечится инфаркт миокарда. Лечится инфаркт миокарда. Сейчас есть возможность, в общем-то, начать настоящее, серьезнейшее лечение, скажем, с первых минут или с первых часов лечения. Поэтому я еще раз, в общем-то, настоятельно буду рекомендовать больным не заниматься самолечением. Если боль не проходит полчаса, значит, вызывать скорую помощь. Сейчас на скорой помощи, вот здесь в Макеевке, у нас есть современнейший препарат металлизы, который вводится непосредственно на дому пациенту. Врачами скорой помощи? Врачами скорой помощи, не теряя ни минуты. И происходит растворение вот этого тромба, который закрыл сосуд. И затем пациент доставляется в кардиологическое отделение рудничной больницы. Если, скажем так, не ввели пациенту, допустим, не кардио-бригада приехала, другой бригадой доставлен, либо самообращаемость, точно так же в стационаре рудничной больницы есть препараты, причем бесплатные препараты абсолютно, это поставки из госбюджета. Есть у нас препараты стрептокиназа в достаточном количестве, которая тоже вводится, которая растворяет этот тромб. И, ну, конечно, пациенты должны понимать, некоторые задают такие вопросы, что, а вот мне введут, или там родственникам говорят, нашему родственнику введут, и инфаркта не будет? Вряд ли. Потому что, ну, таких случаев крайне редко, когда в течение получаса пациент, я уже говорил, полчаса, полчаса еще можно не допустить инфаркта. Все, что выше, мы что делаем? Мы ограничиваем зону этого инфаркта в любом. То есть он может быть не обширным, как вы говорили? Совершенно верно, потому что по периферии зоны некроза всегда существует зона, так называемого, спящего миокарда, оглушенного. И вводя, вовремя дав кровообращение, восстановив его, мы вот этот миокард спасаем. И зона, во-первых, он может быть не трансмуральный, не такой глубокий, какой бы он мог быть, вот, допустим, интрамуральный инфаркт, либо он может быть по обширности, по протяженности значительно меньше, чем он может возникнуть, чем он без такого современного лечения. Вот, поэтому надо об этом всегда помнить и знать, но по канонам существующим, введение этого препарата, оно эффективно, ну, до шести часов. До шести часов. Хотя, хотя, шесть часов уже многовато, уже пять часов многовато из опыта мы видим, результаты значительно хуже, чем когда пациент доставлен в первый час, два, три. Вот здесь намного лучше результаты, и пациенты выходят из болезни намного, они все равно переносят инфаркт, но они выздоравливают намного быстрее и с меньшими последствиями для своего здоровья. Александр Павлович, вы сказали, что бригады скорой помощи могут проводить тромболезис, но это же не только, допустим, в Макеевке, это же, наверное, везде по всей области, по всему региону, по всей Украине, наверное. Да, в Донецке тоже, ну, я за всю Украину не готов сказать, но знаю, что коллеги в Донецке тоже. Ну, если есть такой прогрессивный способ лечения инфаркта. Совершенно верно. Причем финансируется из госбюджета, почему нет? Совершенно верно. Просто препараты достаточно дорогие, но вот спасибо, значит, людям, которые закупили эти препараты для нас, для больницы, для скорой помощи, и это, конечно, спасает многие жизни. Александр Павлович, у нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я хочу задать такой вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Почему у нас вот в Украине цена стентера вот этого, который в пружинки вставляется при операции стентирования, такая большая цена, 22-24 тысячи обходится пациенту. При закупке его половину стоит он, допустим, в любой стране еврозоны, я могу привезти его за полцены сюда. Но их не ставят привезенные, а только требуют поставить вот эти, при такой большой цене. Спасибо за вопрос. Спасибо. Уважаемый Борис, не совсем моя тема вопроса. Я не готов ответить на этот вопрос, потому что наше отделение и, к сожалению, во всей Макеевке никто не занимается пока что стентированием. Это прерогатива кардиохирургов. Этим занимаются кардиохирурги в НВХ, либо в больнице Калинина. О стоимости, ну, это надо им задавать вопрос. Я просто абсолютно не готов к ответу. Кстати, Александр Павлович, стентирование, это же тоже один из способов лечения сердечных, будем говорить, заболеваний. Как и острого инфаркта миокарда, так и в отдаленном последствии перенесших инфаркт, либо больных стенокардией. Да, вводится такая, скажем, пружинка, как бы по-простому говоря, которая в сосуд коронарный, в том месте, где находится бляшка атеросклеротическая. Вот, и она отжимает эту бляшку и обеспечивает просвет сосуда, да. Ну, а стоимости их в Украине, ну, я абсолютно не готов к ответить. Понятно, но мы сейчас говорим не о стоимости, это, конечно, тема совсем другой передачи. Вот, мы говорим о том, что инфаркт вылечить можно, если попасть в этот золотой стандарт, если вовремя обратиться, если будет проведен тромболизис, и тогда инфаркт будет лечиться успешнее. Да, совершенно верно. А вот скажите, вот чисто из практики, когда к вам привозят люди, когда он возникает, инфаркт? Это утром, может быть, это ночью человека схватило, вот вечером как-то, или после тяжелой работы, или после жары, или после холода, ну, вот как обычно бывает? Ну, вы знаете, по логике он должен возникать где-то ближе к утренним часам, к 4-5 часам утра, и так в литературе описывается, скажем. Но из практики я вам скажу, что абсолютно это зачастую не зависит. Почему под утро возникает? Потому что это у человека к 4-5 часам утра, даже у здорового человека, есть так называемый физиологический пик подъема артериального давления. Человек готовится к тому, чтобы встать с постели и начинать активную жизнь, то есть идти на работу куда-то. И организм уже дает себе, так сказать, установку, и самопроизвольно человек, организм поднимает давление. Естественно, подъем давления может привести к инфаркту. Но зачастую абсолютно непонятно, по каким причинам, хотя тоже должна способствовать этому избыточная физическая нагрузка. И мы зачастую это видим. Нагрузки, которые, в общем-то, выше, чем способности и возможности данного человека. Где-то подъем длительный по лестнице, какой-то длительная ходьба, подъем каких-то тяжестей и так далее. Людям, страдающим заболеванием сердца, об этом надо обязательно помнить. В общем, все хорошо в меру. Совершенно верно. Как всегда. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, осложнения после инфаркта, какие? Как человеку жить после инфаркта? Как человеку жить. Да. Самое неприятное, что ни один из инфарктов обычно не проходит бесследно и незамеченным. Есть редкие счастливчики, которые как бы и забывают, что они перенесли. Но рано или поздно все равно инфаркта себе напомнят. Это связано с чем эти осложнения? С тем, что часть стенки сердечной выпадает из сокращения. Образуется рубец, в этом месте сердце не сокращается. И страдает основная функция сердца насосная. Поэтому может развиться сердечная недостаточность у пациента. Поэтому обязательно об этом надо помнить пациента. Мы всех при выписке из стационара очень просим соблюдать наши рекомендации. Очень просим не отменять самостоятельно лечение, не посоветовавшись со специалистами. Не всегда пациенту понятно, почему назначены эти лекарства, почему эти. Поэтому лучше посоветоваться, нужно принимать или не нужно. А врач уже даст исчерпывающий ответ на это. И, конечно, помнить постоянно надо избыточные нагрузки, психоэмоциональные, физические нагрузки. Надо беречь. И стараться вести здоровый образ жизни. В конце передачи повторим давно сказанное и услышанное. Вести здоровый образ жизни значит уйти от смертельной опасности, инфаркта. Пользуясь советами нашего сегодняшнего гостя, кардиолога Александра Павловича Перепелицы, не доводите себя до сердечного приступа. И берегите себя. И будьте здоровы.